Я не думаю, что будет глобальное какое-то подорожание. Я думаю, что оно будет очень плавное, постепенное и, возможно, даже какое-то логичное, закономерное. Потому что если есть достаточно большие финансовые влияния, то, естественно, нужно как-то отбиваться. Ну и плюс, в принципе, цены везде растут. Я думаю, что в той же нашей Анапе, которая славится как дешевый российский курорт, по большому счету недешево. И с таким же успехом, за те же деньги, можно съездить куда-нибудь в Турцию или в Египет. Ну пусть даже в трехзвездочный отель. Хорошо, что будут заниматься Крымом, с одной стороны. С другой стороны, я очень люблю крымскую природу, там очень красиво. Там огромное количество заповедных мест. И лично я очень боюсь, что их испортят. Что там появится очень много людей, которые все это как-то испачкают, если выражаться корректно. И совершенно, конечно, это бы не хотелось. Хотелось бы в первую очередь сохранить природу. Потому что в Крыму она потрясающая. Но я думаю, что, честно говоря, все будет достаточно чинно и благородно. Потому что, насколько я знаю, например, большинству наших политиков теперь нельзя будет выезжать за границу. Они смогут отдыхать только на территории России. Поэтому... А люди, они у нас достаточно искушенные. Поэтому я думаю, что там создадутся очень хорошие условия для отдыха. В том числе, даже для какого-то высокого уровня, там, класса люкс. Хотелось бы, чтобы это не отразилось на простых гражданах, которые привыкли за свои какие-то кровно заработанные зарплатные деньги ездить туда отдыхать. Но я надеюсь, что как-то так удастся нашему государству гармонично сочетать в Крыму простых граждан и высокопоставленных чиновников, которые, я уверена, будут туда в огромном количестве ездить.